Это нужно не мертвым, это надо живым. Делегация Чувашской Республики приняла участие в праздновании 74-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Основные мероприятия состоялись в городе Сычевка, где похоронен наш земляк, герой Советского Союза, подполковник Винокуров. Во время последней вахты памяти поисковики вернули из небытия еще 385 имен. В годы Великой Отечественной в боях на Сычевской земле принимали участие войска 11 армий. В одних окопах воевали русские и украинцы, белорусы и узбеки, татары и казахи, чуваши и морейцы. С особым уважением и почитанием относятся Сычевцы к памяти нашего земляка, героя Советского Союза, подполковника Винокурова. Вашего земляка Вячеслава Петровича Винокурова мы чтим и помним всегда. Когда в 60-е годы наши Сычевки строились новый дневной район, который, как всегда, назывался Черемушки, то первая улица, которая была там построена, была названа улицей Вячеслава Петровича Винокурова. Конечно же, все, кто погибли, внесли неоценимый в край победы, а бои здесь шли с 1941 по 1943 год. Международные межрегиональные вахты памяти проводятся в Сычевском районе на протяжении 19 лет. Благодаря поисковой работе только этого года на Сычевском поле памяти перезахоронили 508 останков воинов. Среди них 384 уроженца Чувашевы. Поклониться их памяти приехали родные и близкие, благодарные земляки. А где искать могилу, я не знал и думал, что ее нету, на самом деле ее не было. И только благодаря поисковам нашли, нашли, нашли человека и уже достойно похоронили. Я очень благодарен. Именно им, поисковикам, обращены слова благодарности за их нелегкий, но благодарный труд. Вы делаете святое дело. Мы их не знали, где они были, где были похоронены. А вы нашли. Разжифровали. Минута молчания, гирлянды, цветы, поминальные свечи, белые воздушные шары. Все это дань памяти всем погибшим в той страшной войне. Вы, дорогие друзья, по крупицам собираете истории семей, тем самым наполняя конкретными, а самое главное, достоверными фактами историю всего нашего народа. Отныне каждый может поклониться возле мемориальной плиты еще 384 воинам, уроженцам Чуваша и погибшим на Смоленской земле. А поисковая работа продолжается. Так случилось, что именно в этот день стал известен еще один герой. Алиула Козлов. Уроженец Батревского района. Значит, в ближайшее время на мемориальной плите станет 385 имен. Родион Архипов, Оксана Изванова, Республика.